Прочитаем из Шимадбогута, 3-я песть, 1-я глава, текст 19-й. Тампариятанме дьявивикта вритти, сада плутода, шаяно вадгута, Аллакшита свайра вадгута веша, вратани чере хариту шанани. В своих странствиях он заботился только о том, чтобы удовлетворить Верховного Господа, Хари. Он ни от кого не зависел, и все его занятия были чисты. Каждый день он освящал себя, совершая омовение в святых местах. Хотя спал на земле, носил нищенские лохмоть, я не расчесывал волос, так что многочисленные родственники не узнавали его при встрече. Комментарии. Шила Прабхупада. Основная обязанность паломника – стараться удовлетворить Господа Хари. Совершая паломничество, человек не должен заботиться о том, чтобы угодить вкусам общества. Ему не следует обращать внимание на общественные условности или беспокоиться о пропитании и одежде. Все свои помыслы паломник должен сосредоточить на удовлетворении Господа. Осветив таким образом свои мысли и дела, человек, совершающий паломничество, постепенно постигает Верховного Господа. ОМ АТЬЯ НА ЦИМИРАН ДАСЬЯ НИНАН ЖАМА ШЛАКНЯ, ЧАК ШУРУН МИРИТАМ ЯНА, ТАСМАЯ ШИГУРВЕНА МАХА, ШИЧЕЙТАНЯ МНУБИШТАМ, СТАБИТАМ НИНА БУТТАНЯ, СВАЯМ РУПА КАНАМАЯМ НАДАТИ СВАПАДАНТИКАМ, ВАМ ДЕХАМ ШИГУРО, ШИЮТА ПАДАКАМАНАМ, ШИГУРУН БАИСТАВАМ СЧА, ШИРУПАМ САГРАЖАТАМ, САХАГНАРАГНАТАМ ВИТАМ ТАМ САЖИВАМ, САГВЕТАМ САВАДУТАМ, ПАРИДЖАНА САХИТАМ, КРИШНА ЧИТАНЯ ДЕВАМ, ШИРАРХА КРИШНА ПАДАМ, САГНАЛАВАНИТА СРИВИСЯКАМ ВИТАМ СЧА, ХЕ КРИШНА КАРУНА СИНДА, ДИНАВАНДА, ЧАГАТПАТЕ, ГОПЕСЯ ГОПИКА КАНТА, ПРАДА КАНТА НАМО СТУТЕ, ТАПТА КАНЧАНА ГОРАМГИ, ПРАДЕВИНДАВНЕСПАРИВРИСВАМАНУ СУТАДЕВИ, ПРАНАМАНИХАРИПРИЯ, ВАНЧА КАВПАТАРУВЬЯСЬЯ, ПРИПАСИНДУВЬЯЕВАЧА, ПАЧИТАНАМ ПАНИПЬЯ, ПАИСНА ИВЬЯ, ДИНАМО, Мы с вами прочитали стих, который описывает цель Паломничество – это удовлетворить Верховную Личность Бога Сам процесс паломничества относится к четвертому виду предного служения Пада Севана То есть это один из девяти самых могущественных видов предного служения И каждый паломник должен поставить правильную цель и делать все, что возможно для того, чтобы удовлетворить Господа Поэтому, когда предный совершает паломничество, он старается полагаться на Кришну и сохранять его настроение того, что все, что с ним происходит, является милостью Господа И это предназначено для нашего высшего блага Поэтому предные, что бы с ними ни происходило во время паломничества, они принимают это с огромной благодарностью Стараются избегать какой-либо критики Стараются избегать того, чтобы обвинять других в том, что происходит Всегда стараются сохранять уважение ко всем, кто встречается им во время паломничества Даже если это собака, обезьяна Таким образом показывают пример правильного поведения Вайшнава Стараются делать все таким образом, чтобы это порадовало духовного Учителя и Кришну И если мы хотим глубоко проникнуть в Святую Дхамаду Это возможно только по милости Духовного Учителя и Вайшнау По милости самой Святой Дхамы Благодаря внимательному повторению святых имен Гришны В смиренном настроении Поэтому во время паломничества нужно особое внимание уделять повторению святых имен В Святых Дхамах предное служение усиливается в тысячи раз Поэтому очень важно воспользоваться этой возможностью для более быстрого духовного продвижения Избегать каких-либо оскорблений И И Поскольку Кришна принимает только тех, кто служит его предным Поэтому нужно пользоваться этой возможностью во время паломничества Совершать служение Служение предным, служение Святой Дхаме Поэтому предные во время паломничества терпеливо относятся к тем трудностям, которые могут приходить Мы направляемся в Святую Дхаму не для того, чтобы удовлетворять свои чувства, а для того, чтобы удовлетворить Господа Поэтому Бедные добровольно принимают какие-то трудности ради удовлетворения Господа Так происходит быстрый духовный прогресс Ну и всегда сохраняют настроение служения Также во время паломничества предные посещают храм Для того, чтобы получить милостивый взгляд Господа Господь присутствует в храмах в форме божеств И предные приходят, чтобы выразить ему свое почтение Приподнести какие-то дары Получить его благословение Поэтому предные всегда приходят с какими-то подарками для Господа Для предных Для предных И стараются раздавать пожертвования Таким образом выполняя служение Пытаясь снискать милость Господа Также очень благоприятно читать ежедневно Священное Писание, слушать повествования о Господе Поэтому очень важно взять с собой книги Хагавадгиту Другие книги, которые мы будем читать во время паломничества Шлопопада Он рекомендовал каждый день читать священные писания Такие как Пагавадгита, Шиман Пагавадгита Поэтому предные пользуются этой возможностью в святых дхамах Читать, слушать, прославлять Господа, петь киртаны То есть максимально использовать это время для духовного продвижения Ну и конечно же один из видов служения, которое мы выполняем Прасада Сева Служение Прасаду Принимаем Прасад, раздаем Прасад Служим таким образом Господу То есть это тоже важный аспект служения Господу и Вайшнау Принимать и раздавать Прасад Совершаем омовение в святых местах Одна из обязанностей паломника Совершать омовение Мы должны знать этикет Да, как это правильно делать, чтобы не совершать оскорбления Как правильно посещать храмы Как правильно совершать омовение Как правильно принимать Прасад И так далее Мы должны знать все эти моменты Для того, чтобы получить максимальное благо от посещения святых мест И конечно же слушать святых личностей Особенно, когда мы приезжаем в Эпор Где практически можно круглые сутки слушать святых личностей Общаться с ними, служить им Нужно обязательно пользоваться этой возможностью Ну и наладить садану Стараться вставать как можно раньше Чтобы посещать Манга Ларати Таким образом С самого раннего утра уже Сосредотачиваться на служении Господу Манга Ларати это уникальная возможность С самого утра Сосредотачивать свое ум на Господе Поэтому предные Стараются Максимально Использовать эту возможность Ложиться Спать раньше И вставать Как можно раньше Чтобы Посетить Господа Получить его благословение И Внимательно Повторять Святые Мена Поэтому Очень много аспектов есть Паломничества Которые Могут Помочь нам Очень Быстро Продвигаться Духовно И наоборот Если мы Совершаем Оскорбление То мы Очень сильно Затрудняем Свой Духовный Прогресс Поэтому Избегать Какие бы то ни было Оскорбления И Максимально Заниматься Позитивной Деятельностью В премном служении Харе Кришна Можем Перейти К Вопросам И Ответам Огромное спасибо Махарадж Очень Емко Вот Я вижу Что Санхиаватар Прабу Присоединился Санхиаватар Прабу Если Вы На связи Можете Тоже включиться Приветствовать Преданных И Может быть Что-то сказать Спросить Преданные Поднимайте руки Не стесняйтесь Давайте Свои вопросы Ну Пока Никто не проявляется Я могу С вашего позволения Тоже задать свои вопросы У меня Заготовлены Вот Бориша Махарадж Вы Очень Сильно вдохновляете Всегда преданных На распространение книг И вот У меня в связи с этим Такой вопрос Иногда преданные Когда едут в святые места У них Такое представление Что это же Хама То есть там Живут Святые личности Там в основном Преданные И кому же там книги распространять Актуально ли Святой Дхаме Такое служение Как распространение книг Санхиаватар И Кому там мы можем Предлагать книги И как можно распространять Если мы Например Ну не знаем язык Да В святой Дхаме Очень много паломников То есть Те кто там живут В основном Да Они Как правило Уже много раз Видели книги Ну хотя Тоже не всегда Например В Джаганадхапури Там Множество людей Которые живут там Но они не видели Книг Книг Шилапрабхупады На местном языке На языке Ория Поэтому Там С удовольствием Местные жители Тоже берут книги Ну Например Во Вриндауне Или Майапури Там Большинство Местных жителей Они как-то уже Знакомы С книгами Шилапрабхупада Поскольку там Большие храмы Искон Которые активно Распространяют книги Там Местные жители Больше знакомы А в Джаганадхапури Там очень маленький Центр Искон Поэтому Там люди Ну практически Не знакомы С книгами Шилапрабхупада Поэтому там даже Местные жители Берут А так Во всех этих местах Огромное количество Паломников Поэтому Прядные Всегда С собой Паломничество Берут Книги На основных Языках Индии Хинди Да Самый Распространенный Язык По крайней мере В северной части Индии Все знают Хинди Поэтому У Прядных Обязательно Есть книги На языке Хинди Также Если это Майяпур То там Основной Язык Это Бенгали Поэтому У Прядных Всегда Книги есть На местном языке На Бенгали Также Есть Паломники Которые Не читают Ни на Хинди Ни на Бенгали Поэтому Прядные Берут с собой Обычно книги На английском Также Для тех Кто Знает Английский Ну и Если это Какой-то другой Штат Где другой Язык То на местном Языке Тоже Прядные Берут Книги И Очень часто Паломники Вдохновляются Когда видят Предных Как предные Замечательно Поют Киртон Это Очень Вдохновляет Людей Звуки Святого Имени Для Жителей Индии Это Очень Приносит Большое Вдохновение Они С удовольствием Да Постовок Слышат Звучание Святых Семенов Они С удовольствием Берут книги Ну и Если предные Не знают Языка Ну Можно Какие-то Основные Фразы Выяснить На местном Языке Которые Могут Помочь А Так По поводу Цены Предные Ручкой Пишут На книге Цену И Люди Видят Вот цена И дают Пожертвования Если Сложно Да Объяснить Своими словами Можно написать И Многие Слышали Да О Кришне Поэтому Предные Ну Какие-то Основные Фразы Говорят Кришна Господь Читания Бхакти Йога И Вот Книга Видите Даже Даже Если Мы Языка Не знаем Мы Можем Произносить Такие Слова Которые Известны Всем Жителям Индии Они Позитивно Обычно Реагируют Книги Дают Пожертвования Поэтому Это очень Благоприятно Во время Паломничества Брать С собой Книги Показывать Людям А Если Вы еще Знаете Какие-то Шлоки Из Бхагават Диты С Шимат Бхагават Людей Очень Вдохновляются Так Радуются Когда Слышат Стихи У Нас Здесь Люди Не знают Санскрита Не знают Этих стихов А там в Индии Они В школе В принципе Чуть Изучали Пагават Поэтому Когда они слышат Стихи Пагават Они очень Вдохновляются Также Мы можем Людей Угощать Каким-то Прасадом Берут Из Храма Какой-то Прасад Угощают Людей При каждом Храме Обычно Продается Махапрасад Можно Брать Приобретать Махапрасад И угощать Людей Очень Благоприятно Когда мы Путешествуем С группой Перемещаться Киртоном Потому Что звуки Святых имен Создают Удивительную Духовную Атмосферу Это Очень Радует Местных Жителей Других Паломников Когда они Слышат Святые имена Они очень Радуются Ликуют Подпевают Начинают Танцеваться То есть Так Создается Очень Духовная Атмосфера Поэтому Предные Стараются Везде Куда бы они Не пошли Перемещаться С Киртоном Харе Кришна Огромное Спасибо Приятное Вы можете Поднимать Руку Я вам дам Право Говорить Хороший Шанс Задать Вопрос Свой Любой Абсолютно Любой Вопрос Практический Наболевший Наболевший Можно задать Редкая Возможность И Киртона Когда Прятные Идут с Киртоном И Там Как раз Сан-Киртана Яки Она Основной Процесс Обретения Любви к Богу Джаганатхапурии Там Вся жизнь Построена Вокруг Храма Джаганатхи Все Жители Этого Города Очень Преданы Господу Джаганатхи И Паломники Приходят Специально В этот Город Чтобы Посетить Храм Джаганатхи Махапрасат Каждый День Десятки Тысяч Людей Принимают Джаганатмахапрасат Посещают Храм И Они Тоже Очень Радуются Звуком Киртона Поэтому Преданы Всегда С Киртоном Обходят Вокруг Храма Джаганатхи Почитают Джаганатмахапрасат И И Там Да Люди Практически Весь город В Обеденное Время Ну После Обеденное Время Принимают Джаганатмахапрасат То есть Ну На побережье Конечно Там Можно увидеть Других Людей Которые В более Туристическом Настроении Находятся Приезжают С другими Целями Джаганатхапури Ну Предных Это Не смущает Предные Сосредоточены На своей цели Удовлетворить Верховного Господа Поэтому Если попадаются Туристы Да Которые Приезжают Туда Просто Удовлетворять Свои чувства Прятных Это Сильно Не смущает А Так Да Огромное Количество Паломников Особенно В выходные Дни Там Целые Веки Людей Направляются В храм Джаганатхи На Даршаны Есть Возможность Каждый день Почитать Махапрасат Есть возможность Совершать Омовение В океане Господа Читания После того как он Омыл Тело Харидас Такура После того как Харидас Такура оставил Своё тело Господа Читания Омыл его На берегу океана Он сказал Что с этого момента Это место Будет Величайшим местом Паломничества Поэтому Преды Считают Своим Долгом Совершить Омовение В океане В этом Самом Святом Месте Да Сам Господь Читания Он Каждую Санктфию Совершал Омовение В океане Рано Утром На восходе Солнца Он совершал Омовение В поле Он совершал Омовение На вечернюю Санктфию Совершал Омовение И Шила Баксидан Сарасвати Говорил Что на восходе Солнца Вся Панчататтва Она Отправляется К океану Совершить Омовение Поэтому Посылал На берег Океана Своих Учеников И они Пели Панчататтва Мантру Встречая Приветствую Панчататтву Поэтому Предное Тоже Совершает Омовение В океане Желаю Обрести Милость Господа Также Есть Священные Озера Такие Как Нарендра Саровара Или Дадюмна Саровара Швета Ганга Такие Основные Да Места Где Предные Приходят Чтобы Послушать О Господе И совершить Омоление То есть Много Святых Мест Бедные Посещают И В каждом месте Они Выражают Пощение Господу Слушают Кришна Катху Раздают Пожертвования Распространяют Книги Про сад Очень Благоприятно Совершать Такое Паломничество При этом Выполнять Выполнять Служение Какие-то храмы Нуждаются В ремонте И предные Тоже Стараются Внести Свой вклад Лауриндауния Лауриндауния Существуют Святые Они Они Совершали Своё Сокровенное Служение И в этих местах Доступна Тоже Особая Милость Поэтому В каждой Дхаме Да Есть Определённое Настроение И Мы Стараемся Проникнуть В это Настроение Чтобы Наилучшим образом Послужить Господу В этих местах То есть Цель Паломничества Это Удовлетворить Господа И поэтому Стараемся Понять Как же Лучше Его Удовлетворить В данном Конкретном Месте Слушаем Садхву В этих местах Всегда Кто-то из Духовных Учителей Ииском Присутствует Там Используем Любую возможность Чтобы Послушать их Получить Их Милость Хари Кришна Спасибо Спасибо большое Спасибо Непонятно То ли Надо Остановить Свой Кир То ли Иногда В преданной В таком Экстазе Они Не могут Остановиться Будет ли это Большим Оскорблением Если Получится Такая Перебивка Бывает Что просто Там уже есть Какая-то Группа Паломников Которые Тоже Беседуют О Кришне Да Мы не должны Им Мешать И Нарушать Их Кришна Катхо Мы это видим Когда сами Находимся В этих местах Иногда туда Подходит Группа Каких-то Паломников И они Видят Что там уже Идет Кришна Катха Они Спокойно Прекращают Свой Хиритан Заходят Выражают Прощение Господа Потом Выходят Идут Дальше Мы Должны Чувствительными К тем Кто там уже Находится Очень Много Святых мест Поэтому Если в каком-то месте Уже Занято Место Можно Пойти Другое место В прошлом году Я помню Мы С довольно Большой группой Вот уже Перед самой Горопорнимой Когда все русские группы Объединились И Мы были Где-то На Гадру Матвика По-моему И в это время Там были десятки Групп Паломников Которые Перемещались В разных Направлениях Поэтому мы С трудом Даже туда добрались Потому что Огромная группа Шла в Противоположном Направлении Такое Произошло Да там Столкновение Да что Очень сложно было Разойтись Но в конце концов Мы пришли В этот храм На Гадру Матвипи И Пока Мы там Сидели И занимались Катхой Другие группы Тоже приходили Они так Снаружи храма Пели Киртан Потом Так спокойно Заходили Выражали свое Почтение Божеством И потом Отправились Тальше То есть Они Не пытались Помешать нам Да Ворваться Туда С Киртаном Понимали Да что там Идет Кришна Катха То есть Есть определенный Этикет Да Спасибо Огромное Вот я видела Пользователь Аватхотти Да Вижу вас Сейчас я вам разрешу Говорить И вы должны нажать Микрофончик Да будет слышно Харе Кришна Харе Кришна Харе Кришна Меня слышно Харе Кришна Слышно вас хорошо Задавайте свое Пожалуйста Я Я Нашу Харе Кришна Микрофончик Харе И Есть эзотерические какие-то игры, которые там происходили. Но можно рассказать о самом настроении, да, что есть вот святые дхамы, там присутствует Господь. Мы можем посетить эти святые дхамы, мы можем о них слушать. Даже слушая об этих святых дхамах, мы получаем огромное благо, поэтому можно что-то рассказывать, сколько человек может понять, принять. Можем ему это рассказывать. Спасибо, Матча. Вот хоть и вы можете поблагодарить Махараджа. Я вам включила микрофончик. Спасибо большое, Харь-Кришна, мои поклоны. Харь-Кришна. Ну и хорошо подготовьтесь и тоже посетите святые дхамы. Шлатлупада очень хотел, чтобы все приятные хотя бы раз в жизни посетили Майя-Пуру, Виндава, Джаганат-Хапури. Огромное спасибо, Махараджа за ответ. Матча, спасибо за ваш вопрос. Это был один из моих заготовленных вопросов, что посоветовать предному, который так боится совершить оскорбление святой дхаме, что не едет туда. Мы сейчас получили замечательный ответ. Спасибо. И вот по поводу оскорблений еще часто можно услышать, что вот как раз Шри Навадви Подхама, она более, ну она не отлично, от Шри Варенда Авандхамы, но более милостива, поскольку что-то там облегченный вариант какой-то с оскорблениями. Можете, пожалуйста, раскрыть эту тему? Вот так или, ну нужно ли это как-то воспринимать, что мы можем себя вести более легкомысленно в Навадви Подхаме? Или вот насколько это действительно серьезно? Ну вот в Дипи, да, там особая милость, то есть там есть возможность участвовать в Киртане 24 часа в сутки практически, да, можно участвовать в Киртанах. Можно очень много слушать, поскольку там очень много духовных учителей обычно приезжает, много старших, ваишнавов, то есть там есть возможность много слушать Кришна Катху, есть возможность посещать огромное количество святых мест, поэтому приятные стараются получить максимальное благо, кому-то больше вот настроение Киртана нравится, он особо не стремится много мест посещать, просто воспевает вместе с преданными, чувствует полное удовлетворение, кому-то очень хочется посетить все святые места, о которых он слышал из читания Чиритамриты, кто-то больше хочет послужить, там есть много видов служения, которые там можно совершать, и премные стараются послужить, и так далее, то есть там есть самые разнообразные возможности, в зависимости от наших наклонностей мы можем участвовать в этих видах служения, если мы с группой, то мы просто действуем вместе с группой, там особо не приходится выбирать, чем нам заниматься, то, что делает вся остальная группа, мы просто присоединяемся к этому. Спасибо. Дорогие предны, у нас еще есть немного времени, пожалуйста, поднимайте руки, задавайте ваши вопросы, пока никто не проявился. Хотелось бы такой вопрос задать. Вы в самом начале говорили о том, что очень важно сохранять смиренное настроение и не критиковать, никаких претензий не иметь во время паломничества, но иногда так бывает, просто в моей практике был такой случай, что он перед поездкой так много мечтал, что и туда пойдет, и туда, спланировал уже все. И часто бывает, что все идет совсем не по плану, какие-то возникают сложности, и может появиться какая-то критика по отношению к организаторам, что тут не так, это не так. Вот как в этом случае помочь себе, если у тебя такое возникло, и как помочь другому выйти из этого состояния? в святых хамах очень часто все идет не по плану, не по нашему плану, там идет по плану Кришны, поэтому могут быть, да, какие-то волнения в уме, что как же так, мне тут обещали, что все будет организовано, а тут все по-другому, там, в святых хамах всем управляет Кришна, поэтому иногда наши планы совершенно не сбываются, наши мечты, наши ожидания, поэтому мы не должны строить слишком больших ожиданий от того, что мы приедем туда, и там все будет по расписанию, все будет как часы работать, далеко не всегда, да, так происходит, то есть иногда все происходит совсем по-другому, и все идет не по плану, ничего, с материальной точки de зернения ничего не получается, но если мы сохраняем настроение служения, то мы в любом случае выигрываем, мы будем продвигаться духовно, поэтому даже если все идет не по плану, ничего не получается из того, что мы планировали, мы не должны сильно расстраиваться, если мы видим, что кто-то сильно расстроился, мы должны общаться с этими предными, объяснять, что здесь все работает не по нашему плану, а по плану Кришны, мы прикладываем усилия, да, чтобы все наилучшим образом организовать, но не всегда получается, здесь очень опытные организаторы, но Святой Дхаме там главный организатор это Кришна, поэтому даже самые опытные организаторы сталкиваются иногда с очень большими затруднениями, и все начинает идти не по плану, не нужно сильно расстраиваться, нужно понимать, что за всем этим стоит Кришна, Он преподносит нам какие-то уроки, чтобы мы развивали смирение, терпение. Спасибо, да, еще одно из наиболее таких популярных нарушений наших планов бывает, это болезни, да, часто мы слышим, что преданные болеют, цветует Хаме, и вот как при этом вообще ну обычно говорят это чистка, это закономерно, но всегда ли это так, какие есть какие-то техника безопасности может быть, да, чтобы меньше болеть в паломничестве и если ты уже заболел и не то, что не можешь служить, но уже стал обузой для других, как извлечь из этого тоже какое-то благо, ну, как правильно настроиться в этом случае? Да, в святых трамах там. Свои законы действуют, поэтому иногда мы думаем, что приедем туда и будем просто плавать в нектаре, а приезжаем и заболеваем на всю поездку. Такое тоже бывает иногда. И мы тоже не должны сильно расстраиваться это в любом случае. Даже то, что мы там находимся и сосредоточены на Кришне, мы уже там совершаем очень быстрый духовный прогресс. Ну, какие основные моменты, которые влияют на здоровье? Это переедание. Если мы переедаем, то очень легко там можно заболеть. Поэтому соблюдать режим питания, не кушать на ночь, потому что, да, если мы там наедаемся на ночь, то очень быстро начинаем болеть. Поэтому, если мы вдруг переели, то тогда лучше, может быть, пропустить какой-то прием пищи, чтобы разгрузиться. потом еще причина сильное солнце. Если мы долго находимся на солнце, то тоже очень большой шанс заболеть. Можно получить солнечные ожоги, даже солнечный удар можно получить. то есть очень аккуратно находиться на солнце, всегда покрывать свою голову, да, такой кепкой, панамкой, чем-то еще, чтобы прямые лучи не попадали на голову. Ну и переохлаждение. То есть например в февраль месяц там в Северной Индии очень холодные ночи. Если мы переохлаждаемся, то тоже заболеваем. Поэтому брать с собой теплую одежду, если мы планируем в феврале быть в Северной Индии, то может потребоваться теплые носки. Там во многих храмах мраморные полы. Если мы там босиком ходим, то моментально заболеваем. Мрамор очень сильно охлаждает. Поэтому там потребуются теплые носки, свитера, иногда даже курточки требуются. Ночи могут быть очень холодные. Если мы планируем посещать Мангаларати, то там потребуется теплая одежда в Майяпуре февраль месяц довольно холодный. В марте там уже тепло. Но все равно если по мрамору ходить босиком, очень легко можно заболеть. Поэтому необходимо принимать такие меры. Пить только чистую воду. как правило это вода в бутылках, которая продается в местных магазинах. Но и то нужно отслеживать, потому что некоторые предприимчивые местные жители собирают пустые бутылки и туда набирают обычной воды и тоже продают ее. и можно напиться какой-то не очень чистой воды и заболеть. То есть там много может быть тонкостей, которые необходимо учитывать. Да, если мы хотим быть здоровыми во время паломничества, то это все нужно будет отслеживать. огромное спасибо. Дорогие предные, кто только присоединился, напоминаю, что у вас еще есть несколько минут, чтобы задать свой вопрос. Для этого нужно нажать на кнопку в центре вы видите поднять руку. Я дам вам доступ к микрофону. Нужно будет нажать на микрофончик и можно будет спросить рача. Если вопросов нет, то тогда мы можем завершать эфирс. Я Аватару пробую. Может быть, вы скажете пару слов. Отлично. Спасибо большое. гараж очень так погрузили Дхаму. Я оказался с вами в Майяпуре. Я помню в прошлом году, когда собралась большая группа, выпили киртон. Я в тех временах оказался. Нуждаемся в вашей милости, в ваших благословениях, в этом настроении неправильном. Вот я сейчас в Майяпуре нахожусь. Здесь конечно у нас даже интересно некоторые предные из группы остались жить. Ко мне недавно подошел предный и говорит, вы не поверите, вы не поверите. Я просто помолился, что я хотел бы жить в Хаме. И вот я живу. Здесь сейчас много предных с Россией, с Украины большая община развилась, воскресные программы, поэтому может быть тоже кому-то вырос, если хотите. На самом деле очень хорошо здесь жить. Я здесь первый раз зимой, здесь на самом деле не холодно зимой, где-то градус 15, ночью, днем тепло. То есть кофта, носки. Поэтому атмосфера особая. Спасибо вам, что в Майяпуре вы погрузили еще больше в Майяпуре. Спасибо, когда я могу подписаться на скорой встрече. Вы приедете, в Майяпуре будете? Да, 29-го все равно. 29-го да. До встречи. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Огромное спасибо всем, дорогие предные, что присоединились к трансляции. Борисусь с вами, Махараш, примите наши поклоны и благодарность за ваш опыт. за какие интересные ответы. Всем желаем счастливого паломничества. Огромное спасибо. Харе Кришне. всем тоже погружение, слушание, воспевание, посещение святых храмов. Харе Кришне.